всем привет братья и сестры на связи отец евгений добро пожаловать на первый выпуск моего подкаст в котором я буду приглашать других ютуберов и общаться с ними на самые разные темы я очень сильно надеюсь что первый выпуск тебе понравится и ты поддержишь его своим отцовским лайкосик ну и конечно же подписочка на канал если до сих пор на него не подписан обязательно после просмотра пиши в комментариях кого из ютуберов ты хотел бы увидеть в следующей серии и обязательно приглашу его к себе на подкаст приятного просмотра и первым гостем нашего с вами подкастика становится юрич фф всем привет ребятушки давай начнем с того что во первых кто ты такой и откуда ты взялся я уверен многие даже несмотря на то что какие у тебя сейчас цифры на канале многие тебя не знают я в этом просто уверен у нас в гостях и юрич фф начинающий ютубер по free fire и пусть тебя не смущает слова начинающий потому что несмотря на количество своих подписчиков юрич бьет сегодня абсолютно все рекорды по просмотрам в снг публикуя на свой канал по 23 ролика в неделю приятный монтаж свежие идеи приглашенные гости и отличное настроение гарантированы тебе при просмотре его видосиков ребятки заваривайте себе чаёчек мы сегодня будем разговаривать долго на самые разные темы и конечно же про наш любимый free fire можете включить на фон можете смотреть на нас прекрасных любоваться очень постараюсь не быть нудным все все свои юрич не стесняйся слушай ну расскажу изначально я начал снимать варфейс вот только как игра вышла я смотрел на контент который был там его в целом ты блогеров 5 снимала я понял то что я могу лучше у меня были свои идеи я тоже влился и пошло-поехало собственно тут ничего такого до free fire снимал варфейс да да и сейчас снимаю тоже сейчас то есть параллельно на два канала работы все верно и сразу мне такой вопрос ты не устаешь слушай я мне даже лучше стало потому что мне нужно следить как бы работа приумножилась и я как стараюсь все более скомпоновать для себя я просто видишь смотрю на то что ты у тебя ролики выходят очень часто на один из самых таких сейчас прогрессирующих ютуберов который в неделю там два три ролика стандартно выпускает самой собой стараюсь раз в три дня выпускать но если бы у меня был один канал по free fire у я думаю через день вообще было бы каждый день пофигачу как есть один персонаж на ютубе раньше снимал по три ролика в день это сильно но опять же зависит от монтажа и то что ты вкладываешь роли ты пришел во free fire потому что ты хотел разнообразить как-то второй канал запустить или ну какая твоя цель была я хотел снимать какую-то мобилку был мобильный варфейс он обосрался в общем то там аудитории почти что нет стандов папка мне не захотелось идти и станок потому что там кс к но в защиту стендов скажу что она все-таки сейчас популярнее чем она популярнее без пу я не спорю но мне душа не лежала к ней папка там как-то ну что-то вот не срослось изначально а вот нашел free fire такой нифига я о существовании игры не так давно узнал поэтому и такой нифига освоил и думаю блин запущу канал прикольно а вообще вот если суммарно посчитать сколько ты всего времени на ю тубе я так понимаю ты очень давно просто год когда я впервые о тебе узнал как все это началось я думаю рассказывать сейчас не буду кто следит за стримами в телеграме не раз писал про юрича они знают как я с тобой познакомился я сразу же просек что ты уже очень давно на ю тубе суши на 10 лет вот как варку иисус только и я на это то есть ты впервые в 2012 году начал снимать от ролики где-то примерно 13 наверное так блин это очень-очень круто youtube это как вид заработка дать или просто хобби слушай сейчас да я отдал лет семь хобби просто так безвозмездного мне она не особо понравилось потому что как-то надо все-таки на что-то жить и работы искал сейчас я решил все-таки больше сделать акцент ну не то что на заработок но я отдаю себя за это я должен получать но не но это само собой это конечно то есть сейчас для тебя все-таки youtube это как уже заработок ну 50 на 50 то есть если если я не буду через год допустим зарабатывать хотя бы неплохие деньги во фрифай ну мне многого не надо если честно если я не буду зарабатывать я скорее всего прекращу снимать но сейчас еще то что вот ситуация мне кажется да вот это вот в мире она очень дизация дарила но все равно как бы какая-то там сколько ну там 3000 4000 рублей месяц я наверное с фрифайра получаю но это да но прикинь вот если на самом деле были ситуации не было мне кажется там цифры были бы достойны то есть можно было спокойно жить мне кажется на эти деньги вот мне интересно это узнать потому что я да ты как раз начал грубо говоря залез в уровне во фрифайр именно тогда когда все началось монетизация отрубилась поэтому я пока не вкусил но вообще подказила тебя эта новость то что так монетизация на ютубе отрубилась было неприятно но я всегда упорствую своему делу так веришь лучше я понял тебя я точно знаю что у меня сейчас смотрит огромное количество людей которые зададут тебе один вопрос он звучит примерно так почему именно free fire что тебе понравилось в этой игре вот честно мне вот искренне интересно я люблю эту игру всегда говорю но я ее также и хочу ты наверно знаешь там за какие моменты да да я понимаю чем-то первые две недели я вообще офигевал как в это играют люди объективно да то есть объективно но со временем как я начал играть играть я в целом себя настраивал на то что я возможно буду это снимать играл играл и такой все таки ну есть что-то вот такая изюминка во free fire и вот что прям зацепила по сей день и да начал как я не знаю кто автоприцел тебя зацепил разработчики яму себе сами вырыли ну вот особенности какие вот тебе больше зашли может быть вещи тебе нравились то штамп прикольно на самом деле огромное количество наборов кастомизация довольно такая интерес это прям набор я не знаю как игра может столько весить мало и содержать в себе столько всякой красоты а их там сейчас если почитать там просто тысячи вещей на самом деле офигеть я вот твой аккаунт когда мы смотрели я но это еще поверь не самый прям масштабным есть аккаунты где там огромные деньги в бухан и там вещей просто ты устанешь листать но это да это конечно очень крутая фишка что есть кастомизация персонажей мне это реально тоже на самом деле очень заходит ну опять же королевка я душой близ близок королевской битве поэтому я очень хотел найти что-то вот как free fire тебе именно получается жанр да вот заходит к резке до жанр да 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 а тут еще и всяких разных режимов дофигища это очень круто можно снимать не переснимать когда ты вот только-только начинал делать вот контент по free fire у первые свои ролики там думал ли ты вообще что в этой игре тем получится достичь этого успеха который у тебя сейчас есть цифры же и честно большие подумал ли ты что так получится так быстро может быть я чего-то не ну как быстро я за три месяца я нет это да но я сейчас именно сужу в рамках вот по другим ютуберами смотрю кто что снимает сколько они там крутится верить по своему каналу я сужу у меня таких цифр не было даже за полгода год а у тебя это прям но у меня еще видишь канал был старыми 2009 году он создан и как бы он у меня долгое время простаивал там четыре года наверно ничего не загружалась и потом я резкого период был на игровой контент естественно у меня руинил у меня есть опыт в создании канала как бы я сначала по варфейсу то еще запустил первый канал потом второй вот который сейчас активный и потому что тот я убил стримами не делал много контента и он сам просил вот сейчас я регулярно снимаю на варфейс и снимаю на free fire поэтому меня уже опыт создания нового канала есть и я понимаю примерно ну что нужно алгоритм действий то есть запланирован плюс мне очень братишкам и помогает в этом плане братишка типа с другой игры какой-то ютубер стандов и варфейса мистер вот я понял ну это это очень круто что есть такие связи очень круто любому человеку такого бы друга согласен где у меня такие ребята если вдруг есть то шарит напишите мне по-братски а я насколько знаю у тебя сейчас 30 тысяч больше 30000 подписчиков на момент выхода этого ролика я думать а уже 35 будет 32 с половиной она может уже 35 да да и я насколько знаю ты сейчас самый в поддержке гарен и у которого меньше всех сабов то есть ты единственный ютубер на моей памяти кому написала гарена когда у тебя еще не было нужного количества подписок на ресурсе сколько нужно для минимумен 50 тысяч должно быть чтобы тебе написали это вот по партнерской официальной программе каково ощущать эту что в чате ты в чате ютубер состоишь нет 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 я ничего не зачем я просто поддерживаю но видимо я еще не надо тебя не закинули просто чтобы ребята там это знаешь чесно на уровень ниже не спустил но может быть из-за того что я общаюсь как бы стой касты людей во free fire которая удалась который удалось посраться с комьюнити менеджерами допустим отец евген так или может еще керене не поверь мне кажется это не как может быть поэтому но может а с чем не там делать в конференции ну то есть если бы я мог выловить кого-то типа гос записыши запишем ролик тогда ну такого вряд ли будет вообще гарен они тебе сами написали ли ты писал мне по моему артём а я я короче свой первый ролик ему скинул в личку он его не чекал потом я записал какой-то такой не особо приятно наверное для игры ролик у меня есть такой вот изначально он мне потом зашел в личку хотел написать типа так так в общем мы с ним пообщались немножко и в целом да и все потом мне написал какой-то другой км попросил мой идишник взяли в партнерку уже два месяца по моему накидывают мне плюшки и алмазы вот по 10 тысяч дают которые прям в контент разлетаются на ура плюс там тебе вещи по-любому дают да какие-то там которые выходят да 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 все это но это очень круто это очень круто а само сотрудничество но вы проявляет столько именно в том что тебе дают пока что пока что в одну сторону не они мне два раза попросили сделать репостик какой-то я сделал там палки в колеса не вставляют ну я не мне не про это было речь мне было может просят какой-то контент снять грубо говоря ли ты сам идеи свои выбираешь мне не сам конечно сам да еще пришел в голову то есть обычно обычно если ребят такие вот судя по варфейсу советую что ты думаешь ты будешь но я вот просто да и спрашиваю что я знаком немножечко как другие игры устроены там бывает что коммеди менеджер прям пишут вот вышло событие вот его нужно гарантированно просто снять как хочешь но его надо снять такого нет суши это наверное на зарплатке потому что по-другому то кому мне я не в игре не ради алмазов нахожусь тут это это очень приятно и бустит контент но ради я понял но в целом у тебя два месяца ты работаешь с комьюнити менеджерами как тебе ощущение от работы с инфлюенсерами лучше и не же чем другим не особо мы не но честно если отталкиваться от моего моей другой игры да там то поактивнее все там я могу написать напрямую мне сразу ответят здесь может может чуть-чуть к прыгну ряд но в связи с тем что занят мне кажется еще что там у тебя все-таки опыта гораздо больше имя какое-никакое есть новичок и даже не так как тебя там наш как какого-нибудь азама там трэшер не так воспринимают тебе еще нн с непонятными густами непонятные просмотрами кто он такой откуда такие цифры а мнение вот по поводу комьюнити в целом именно комьюнити игроков я сейчас говорю вот про всех людей кто играет вот free fire вот что ты она думаешь она потрясающе оказывается она в разы лучшее чем я ожидал мне очень нравится и общаться и получать отдачу какую-то непонятно встречаются там иногда и терки но их очень 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 мало а если сравнивать с комьюнити варфейса отличается это возраст очень большой возраст разница возрасте нужда в донате все-таки когда у тебя еще нет своего заработка ты более склонен писать комментарии ставить лайки чтобы получить что-то это очень помогает в густе канала так что пацаны девчонки лайкос сюда вот нажмите то есть для тебя попрошайки так их назовем да если чё ребят без обид они для тебя положительно все-таки на тебя влияет чем негативно слушай но допустим вот если сравнивать по другой игре попрошайки дамы попрошайки здесь здесь тебе и текста дофига напишут и похвалят и что-то еще там просто многие ютуберы они знают что даже я по себе сужу меня иногда раздражает это вот стрим запускаешь пишет 100 человек дай алмазы дай ваучер подари подарок вот меня это честно раздражает безумно заходишь на ролик там место заморачиваешься девушка на топовый контентом какой-то ролик новости те же самые до возьмем и место что написать о том понравилось эти выпуска лет не пишут алмазы дай пж это другая сторона монеты к сожалению но слушай я допустим на это буду нормально реагировать потому что я и так ребят подкармливаю алмазами ну собственно ваучерами что выгодное вроде как понятное дело что вот окно это с этим надо смириться ты блогер у тебя у тебя миллионы алмазов пододевать непонятно поэтому вот ребятушки так и вот-вот я образно не надо не надо писать под этим подкастом не надо писать дайте албаз не надо со своего кармана окей а вот наверное если ты изучал вопросы до free fire и когда смотрел про эту игру что какой-то контент не замечал того что многие считают там те же самые пабгеры что комьюнити free fire она очень токсичная не сталкивался с этим я нет я когда вот азам смотрел еще может быть дать что там такое было перепалки но честно сказать нет все ребята играют и в ту и в это ну то есть ты знаю про меня про двое самых токсичных на ютуберов на во free fire не считают что подписчики токсичны суши ну у тебя конечно первый раз меня в назвали душным поэтому я когда первый первый ролик твой запустил еще когда ты мне рекламу взял когда вы с как мы с тобой познакомились я решил мне очень сильно понравился контент юрище я решил что тут простую рекламку лучше не делать ну что мне реально очень понравились где-то были четыре ролика зале я их глянул я закинул в ролик типа ребят это он не заплатил за рекламу но я скажу от себя что реально годный контент годный крутой чувак обязательно посмотрите подпишитесь и начали в комментах сразу же да это жапка 20 да он даже нахер он нужен это было очень приятно в тот момент я прям прям взлетел на небо отчасти но ты не смутила что реально комьюнити все таки токсично немного слушай ну ты наверное себе таких вот собрал вот как ряда это от ютубера у тебя и разоблачения да мне кажется что любой человек собирает для нот вокруг себя людей которые вот ближе близко к тебе да но я все-таки знаешь стараюсь собирать но я хочу в это верить что возле себя каких-то более адекватных людей собирают но у тебя аудитория более взрослых которые да да у меня там детей очень мало у меня все-таки там 16 плюс мне кажется минимум там взрослые ребята которые могут и где разговор поддержать и критическое мышление там в нужный момент знаешь врубить и так просто мозг не промоешь грубо говоря есть там у кого-нибудь условный жапка 1xb начнет пиарить мои подписчики выкупят что туда лучше не заходить мои заховывают но я такого делать не буду это очень это хорошо за это респект и раз уж мы вот заговорились очень сахалями у меня такой вопрос практически в каждом своем ролике у тебя есть розыгрыш ты разыграешь по моему ваучера да да три в каждом ролике да в каждом ролике 3 ваучера вот у меня такой сразу резонный вопрос сколько денег уходит в месяц на то что ты отдаешь халяву вот примерно если считать грубо говоря ролик в три дня в нем три ваучера это получается 3600 рублей в месяц грубо говоря да ну плюс на контент плюс может быть еще какие-то мод на контент имеешь ввиду когда ты там донатишь вот это вот я да 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 ну себе закидываю допустим на в целом получается какая сумма примерно слышно может пятера это чисто в контента плюс себе я таки дают вот я всегда на ваучере живу допустим эти месяц у меня всегда ваучере и в первом и во втором но это я уже не буду учитывать это мои ну плюс минус 5000 рублей на контент уходит окупается это да нет конечно по free fire у вообще ничего не окупает сейчас у меня в минус сейчас работает да конечно я тебя в этом плане понимаю я когда только начинал мне тоже огромное количество розыгрыша было у меня были розыгрыши на 50 тысяч алмазов на 100 тысяч я прямо на стримах все донатил победители выбирал отправлял и да и я те реально понимаю в этом плане что это реально в минус всегда выходила у меня и я из этого потом прекратил как бы делать эти розыгрыш потому что я так посмотрел в один момент сколько я на это трачу сколько мне это приносит а мне вообще это ни хрена не приносила у меня там на ютубе в месяц выходила там ну долларов 5-7 а просмотры хотя были большие одни по не понимаю с чем это было связано тогда это да тоже непонятно жаловались хотя стендофферы живут сейчас прямо гуган то есть не не сейчас а до ну да все ситуации насколько вообще сложно каждый день генерировать новые идеи рождать такой контент у тебя просто что не ролик то новая рубрика какой-то реально я первый раз вижу чтобы free fire щек ну ты у нас уже free fire щек снимал такое количество разного контента у тебя реально разный контент разнообразный сложно это вообще буду честен я довольно таки может быть больше половины рубрик забрал и я адаптировал под себя то есть другой игры взял получается адаптирован с других игр до главное главное что зрителю было интересно не надо само собой я на самом деле не против подобной тактики а плохо когда понимаешь твою идею прямо слово в слово нет когда это это конечно это уже чистый прям флагиат когда слова слова есть такие ютуберы самый знаменитый в снг ютубер так делает не будем называть его имя я щас право до 4 они про free fire он все же свои ролики копирует грубо говоря прям один в один даже превью такие же видишь другой же стороны это опять людям то нравится то есть кто-то вот допустим того же а4 взять он за бугром берет идеи снимает их на рука не комьюнити вот ну тут видишь люди стороны медали если судить о какой он познаешь но как со стороны контент мейкера мне кажется это все-таки неправильно когда ты воруешь чужой труд присваиваться на себе это неправильно но с точки зрения зрителя как развлекательный контент я конечно понимаю что это круто он собирает огромное количество просмотров но это реально очень годно еще одна тема то что youtube так работает понимаешь тут дело в этом тут нужно подстраиваться уже тебе под youtube они пытаться что-то придумать свое всякое бывает ну ты в трудности не испытываешь на в поисках контента в поисках идей каждый день пока нет слава богу пока я но мне кажется у тебя на год вперед уже идей потому что ты там открыл 50 одну рубрику мне кажется снимай 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 и снимай пока миллион на канале не стукнет полгода ты получается три файл снимаешь ну где-то да 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 он умеется всем уже наверно вот за это время были какие-то вот трудности может быть страйки может быть блокировки там еще что-то страйков слава богу не было у меня в целом вообще по моему за все время за 10 лет ни разу страйков не был они подачи был был страйк за музыку стрима какой там было жестко полгодика я не мог стримить но это у меня за два года 6 страйков на ходе возобьтесь мне кажется все рекорды во фрифаре по страйкам побил видео у тебя ролик какой-то был на канале который youtube отказывался продавал его перезаливал даже перезаливал я его перезалил переделал и все равно такая же фигня поначалу где-то минут 20 он набирает свои бусты и потом вот просто только вот от твоих всяких там телег в к ну то есть от твоих ресурсов youtube вообще ему ничего не давал такое со мной первый раз было мы видимые зашкольничка про ролик мы сейчас говорим где школьник тренинг учил меня играть да да окей вот я как раз хотел спросить по этот видосик у тебя я посмотрел буквально пару дней назад честно скажу я пипец как с него ржал и в этом я сразу вопрос это постанова метод не постанова не серьезно то есть это реально 3 чувак тренинг которых вот и задонатил позов катку его задонатил но этот косарь и он стоил я хочу с ним может быть я вот мне удастся его отрыть а ты его на авито его нашел или где да 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 ну окей раз уж мы вот загородистую про youtube сейчас я уверен что смотрит огромное количество как начинающих ютуберов так и тех кто уже со стажем какой-то совет можешь им дать что главное в деятельности наши да на youtube чеки а чтобы добиться успеха чтобы какой-то был результат что вот самое главное для тебя честно сказать советовать на 32 тысячи гангстеров на канале нет 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 я тебе так скажу несмотря на то что у тебя я те уже говорю отлично несмотря на то что у тебя 30 тысяч подписчиков 32 у тебя просмотры сейчас одни из самых крутых на ютубе от если любого сейчас стримера ютубера зайдешь к нему на канал у него и близко таких цифр нет 30 там 40 100 тысяч сколько у тебя самый большой роль там 100 с лишним 1000 за сотку да есть да вот я тебе скажу что у многих то очень давно снимает ролики у них таких цифр то есть показатель подписчиков он если честно сейчас даже и не главное сейчас главное просмотр у тебя прям пустится ролик очень хорошо когда я пришел я вот увидел тебя как яркую личность с контентом который прям жестко очень по монтажу а так в целом ну вот боксики что там еще по сути ребята не особо что-то придумывают и не особо сейчас что-то снимает ну а я думаю важен креатив мне кажется да креатив идеи и старания ну и как вы думаешь обертка вот как видос упакован влияет на успех суши но изначально да но потом когда люди уже начинают смотреть и не получают того какой интересного контента то выливают и видосы уже скорее не продвигается поэтому я стараюсь от а до я прям 15 минут ролика сделать прям идеальными у тебя максимально динамичные максимально веселый там шутеечки мемчики вот это вот все она конечно доставляет добавляют к общей картине что роли прям насыщенный получается и удержание мне кажется от этого даже больше но все-таки вот какой ты совет можешь дать вот как ютубер с 10-летним стажем есть второй канал успешный если вы и понимаешь у меня лям был бы явно вернулся ранее я тебе так скажу когда у тебя канал заточен под одну игру какую-то очень трудно там лям добить это прям единицу и уединить получается это у тех единиц которые в нужный момент нужно вместе оказались да да это все верно сейчас вы вот три года да 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 я тоже так вот думаю если четыре года назад когда я начал только играть в нее если я сразу начал youtube вести я уверен вообще с миллионником был потому что там контент реально вот если посмотреть из нами че слышно будет звучать но я не видел до того как я вот начал эти разборы делать больше я не видел подобном отжал free фарыщиков в принципе ничего подобного я не видел и мне кажется я смог запуститься очень хорошо оглядываясь на весь бэкграунд который у тебя есть пройдя через все подводные камни какой совет ты можешь дать нужно всегда любить контент который ты делаешь и стараться над каждым роликом вот это пипец как зрители видят и понимают вот я сейчас не особо хорошо делаю контент power face у меня не особо и смотрят но мне этого хватает вполне но я так и основные силы на free fire все-таки кидаешь да да у меня вот весь уже за десять лет ну да понимаю ну то есть кидать больше сил креативить монтажить все верно все получится ну вот может монтаж не главное может быть я не скажу что это прям азы главное что это креатив качество вообще как относишься ты же наверняка видел ютубера вот которого сейчас пользу с популярностью что у них монтажа нет что они просто включают облеску включают запись экрана снимают и отправляются на youtube вот как ты к этому и набирают причем просмотры огромные с этого слушай ну мне в целом нормально ну я нормально к этому отношусь я понимаю нет такого что нет такой вот обиды внутри что я там стараюсь пыхчу креативный траги было бессонные ночи часы на монтаж заливаю а какой-то шкет двенадцатилетний снимает видосик закидывает там лям просмотра у меня 100000 нет такой раньше раньше когда я варфейс еще вот снимал тоже прям активно вкладывал свои силы туда то я такое раньше было сейчас же я понимаю что ты можешь по два ролика в день вот так вот записать выложить и это будет в разы больше просмотров нежели я который там стараюсь он может вообще не собрать это я понимаю я с этим смирился давно тут главное себя наверное перебороть сейчас точно самом деле об этом не думаю я вообще особо сейчас на других не смотрю не обращаю на это это правильный ход почему не делаешь стримы я пару лет стримил как бы варфейс и там было такое время что денег уже не оставалось я запускаю стрим не зарабатываю на нем ничего и это гречка без колбаски или там без сезонов но такое как бы понимаешь хотя я отдавал всего себя на стримы и стримы это что же как вид такой знаешь монетизации творчество своего там раз в недельку запустите донатики там собирая я вот в одно время как раз таки перешел он ли на стримы и да ну не не из-за этого я хотел себя попробовать стриминге время да но не я просто сейчас к тому что вот в связи со всем этим ты же у тебя не окупается же при фаре если попробовать там грубо говоря стримчик запустить хоть хоть как-то там отбить затраты нет нет да ну я не думаю что мне моя аудитория накидает хотя бы там суши я тоже не думал что мне там донатить кто-то будет из при парочка я всегда думал что дети одни играть но бывает сколько ты примерно в среднем за стрим не сейчас честно скажу вот сейчас мало потому что у меня сейчас просмотрен на стримах упали мне очень кажется что в теневом бане если раньше два его будем судить когда он не был нормальный онлайн до тени во вот это вот банок которые считаю который мне кажется что он у меня есть я стандартно за стрим 345 тысяч рублей имел за 1 100 это хорошо бывало такое это в это и в среднем 34000 рублей на бывали бывало что мне за стрим там 20000 палет 25 то есть там такой учил терзай стирам 25 тысяч закидывал бывали топовый донатятом свой донатер заходил мне там десять тысяч алмазов закинет еще 10 тысяч рублей донатом закинет то есть бывали прям когда онлайн был 300-400 ну донаты летели нормальный заработок с этого был и я прям бывало такое знаешь поймал такую волну типа вот я сейчас денег подниму буду каждый день стримить а потом случилось что я уехал на стримы забил начал раз надо разоблачениями работать это же отнимает время огромное там анализ монтаж сбор информации и стримы как-то ушли на десятый план и сейчас вот онлайн он очень маленький и сейчас там за стрим едва косарь набирается у меня примерно такая же ситуация наверное было поэтому я от стримился наверное на всю жизнь я тебя понял раз уж ютуберах заговорили каких ютуберов ты смотришь сам и на кого может быть из них ты равняешься там обращаешь внимание какие-то фишечки у них там заимствует кто тебе просто нравится вот давай чтобы легче твой личный топ ютуберов по free фару хотя бы троих вот самые самые по твоей версии суши ну я начну с своего брата лёчка спайки потому что если бы не это человек меня бы может возможно не было вообще какой игре он снимает он снимает стендов спайки либо мистер локи варфейс я просто честно нес не смотрю просто контентом я понимаю я не знаю первый раз честно окей один а вот именно по free fire ютубер именно так ну вот мне очень твой контент это прям наверное топ-1 если бы ты делал ролики ки чаще и упор ну как идейки короче надо найти я думаю что тебя бы смотрели мне очень нравится дар книг потому что у него очень приятная ну мне нравится внешность и вот он все так рассказывает интересно и стримчики тоже залипали но у него обидно что у него не залетает да вот ролики сейчас его нужно научиться делать правильно подавать контент зрителю динамики мне кажется хватает просто какой-то бывает так знаешь монотонно как там динамику монтаже какой-то в этом веселенький нужно понять что лишнее что нужно покинуть вот в этом не старейший дистри хороший потрясающий человек овощей люблю чак да вот он эмоциональный потрясающий чел блэк нубик тоже так но это также как визуально самом деле тоже данте похоже у них есть до числа взрослые дядьки веселее хорошие хорошие ребятки но майора посматриваю иногда новости он опять же не так часто ну и так почему не сотрудничать с гариной потому что у него агрессивный да нет я если честно даже не знаю почему а нет знаю он в какое-то время там продавал настройки индикации киви у меня же разоблачение на него было я про это рассказывал скорее всего скорее всего из-за этого он с тем не сотрудничать в комнату он там по моему продавал еще что-то да но сейчас мне кажется он на степени но я бы честно был к м м я бы его взял в любом случае подсластил бы алмазиками ну да 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 мне кажется лежит а мне вообще кажется с точки зрения комьюнити менеджеров любой человек который делает просмотр неважно там чего он придерживается там злой внизу если он любой ролик даже негативные это в любом случае имиджевая реклама этой игре это просмотр это работает на бренд и если бы я был грубо комьюнити менеджер я бы любого даже самого отбитого выбрал вот есть студентов а я бы даже и бома задавал ну делает контент если взять тех людей которые обманывают аудит нет но это то само собой в рамках там разумно нет в рамках да 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 либо ты ряд контент вот так же тупо вот недавно в арфейске была ситуация что чел просто перезаливал мои ролики и ролики других ютуберов себе в к и вставлял ну как свою партнерку нет конечно это то конечно да я имею ввиду вот именно в рамках разумного гамска вот этих всех конечно нет я вообще считаю если даже есть даже free fire на самом деле не будем сейчас имена называть чтобы никому ничего не подпортить есть же там кто в роликах пиарит 1xb тот же сам вот я бы таких не держал на самом деле да да согласен твоя цель касательно развития на ю тубе что ты вот планируешь делать дальше что ты ждешь от своего канала какая у тебя цель помимо там сто тысяч миллион подписчиков но честно плыть по течению я надеюсь что будет хороший заработок это основная цель я хочу за свой труд получить более-менее нормальной нормальную денежку хотя бы не то что прям потрясающую но хорошую стать известным не хочешь чтобы все знали что ты шел не хочешь так такое бывало но это приятное мгновение но она мне не нужно то есть они такого что хочет стать знаменитым там прославиться нет мне нравится снимать на камеру видосы нравится снимать контент с лицом но дальше этого я честно не особо я рад очень подписчикам если какая вдруг сходка ближайшая будет я прям любому рад и сфоткаюсь и вот если вечериночку пригласят там с ютуберами при довольте с удовольствием а если пригласят комментировать турнир мировой там в гостем стать комментировать конечно но не видел там видосик на жаба приглашали там со джем поиграть вот такое вот а это крутая штука да это хотел прикольно это да это прикольно вот все-таки цель твоя конечная лям это не конечно это не конечно потому что если вы те кто добиваются конечной цели они такие ну все а чё дальше делать непонятно где я офигел от азама 2 ляма это потрясающе ну стоит сказать что он довольно много сил на это положил он стриме почти каждый день ролики пароверно четыре года считаем к этому шоу очень долго но второй лям у него гораздо быстрее наступил чем первые ну опять же за четыре года все равно это очень да да я не знаю моя цель это пробиться выше 160 тысяч подписчиков потому что я не один канал именно так что на канале у тебя было данный комп не один свой канал я не поднял выше этой цифры поэтому ну 200 200000 прям приятно будет но я опять же не стараюсь возлагать больших надежд что потом не разочаровываться а вот наверняка тебе говорили что free fire игра который ты снимаешь что она сейчас переживает не самое лучшее время что она сдувается умирает не так интересно вот ты это ощущаешь ну смотреть на разных блогеров да это ощутимо конечно но мне кажется люди как игра играли так и будут играть контент заводится постоянно в игру и есть людям что новое получать и ежедневно в 12 ночи я захожу посмотреть с телефона чё там добавили ну а если представим мы просто представим что free fire исчезла все нет и удалили что будешь делать что будешь сжиму попробую подкновенный может муж какую-то другую королевку сейчас не так много прям стоповых супер но чем у меня там new state apex legends станок возможно за месяц можно раскачаться до моих цифр ну да да я за три месяца в стендов там актив прям бешеный сейчас я не знаю ребят молодцы там блогеры прям умнички в рядом много знакомых очень но вот опираясь на другие игры вот смотря как они развиваются чего тебе не хватает во free fire на фоне этих игр по-любому представить давать даже не так давай вот представим что ты стал разработчиком комьюнити менеджером который человеком который влияет на игру вот что бы ты изменил в нашей игре как бы ты улучшил чтобы ты добавил короче с первое с чего я кринжовал это с машин потому что я беру и что физика машин боже какая она ужасная ты едешь на чуть-чуть и просто застрелешь есть перку персонажа который позволяет это все пофиксить я не знаю почему не сделают нормальном ну и дня я понимаю потому что может быть она и не над никому но в гору машина вообще не едет это я вообще с этого конечно кринжевал и решить проблемы с оттяжкой опять же это во первых а это вот эти вот и сейчас вот и подожди ты сейчас протяжка за как ты считаешь оттяжка это плюс игры или это баг игры или этом все-таки механика какая-то особенная это механика механика мне кажется что это дает само собой механика игры если бы оттяжки не было люди бы наверное было бы тяжело и всем стрелять потому что игра сама по себе может но другие игры же как-то живут за счет того что там автоприцел они суши но папка на более такая там и горы закругленнее и игра не такая шокалистая как фрифайр но ты бы подъявил оттяжку я так понимаю если я бы попробовал бы убрать переработать там еще поглубже я полагаю надо будет переработать там прицел как это себя ведет все это надо будет перерабатывать убрал бы sns вообще но они ну стоит сказать что и санес это же придуманный режим игроками это не разрабы я понимаю не но я шучу я шучу но когда это увидел первый раз на первом стриме а замок который я посмотрел я так никогда не смогу играть да я в это никогда в жизни не буду играть и не понимаю за и как это нравится людям да я тоже на самом деле не понимаю почему это таким успехом может быть из-за того что королевка уже всем надоело и они еще ну хотя но мне кажется здесь знаешь что решает возраст аудитории потому что многие считают что если ты очень круто играешь во фрифайр особенно в sns с одной тычки убиваешь вот это какой-то бог там крутой я не знаю и может быть из-за этого я так захватила типа если ты умеешь значит и круче и люди смотрят такой контент чтобы самим научиться отсюда же рождается и сразу продажа настроек что-то также играл вот я допустим новичок и чел который купил настройки у нас допустим одинаковый скиловой уровень в любой другой игре но тут у меня будет хлопочить за пол карты непонятно откуда потому что он купил допустим какие-то классные настройки за 1000 рублей у кого-то это огромный дисбаланс который нужно фиксить разработчикам но они считаешь ли ты что вот эти настройки что это полный бред что это продажа воздух нет я нет я так не считаю если к этому правильно подходить опять же это нужно искать но не но смотри я с такой точки зрения раз как бы рассуждаю вот человек пишет типу он его не знает она видит впервые в жизни говорит дай мне настройки вот на такую модель телефон человек не знает как он играет сколько пальцев он не задействовала к у него тактильность там и так далее и сразу же сходу за минуту дает ему настройки чувак ставит и говорит у меня все эти но это же тупость это же продажа воздуха по факту но это хорошо что если у него за свои деньги будет 90 процентов человек конечно же ничего не работает он говорит и настройки фигня они не работают но почти все кто этим занимаются кто это продает они же так и делают они просто рандомные кидают и я захожу в настройки игры и вот там все бегунки которые ты их под себя настраиваешь понимаешь вот я сейчас на эмуляторе играю я их в ноль спустил я не вижу разницы если да 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 я про это еще разочи вообще и за это платят же по факту люди что они думают реально верят в то что если они 71 69 52 поставят у них лететь будет ужас это ужас я не понимаю зачем еще раз рабочий там пытались сделать видя настройки эти ну да это не особо как-то ощущается дается для меня тайна на настройки ты бы искоренил вот эти вот все конечно я одну я бы это довел до ума в принципе и все да что-то внес был игру еще что-то есть ну чисто я бы может быть активнее работал с блогерами и ушел и шел бы им хотя бы навстречу я понимаю что они хотят отсечь пока геймеров но контент снимать нужно с пока как вариант потому что ну я с телефона мне я я бы не снимал игру с телефона я сюда не играть не учиться играть пришел я пришел делать контент мне не нужно играть на телефоне в эту игру я записываю с компьютера мне выгодно все делать потому что это и качество в разы и другие всякие фишки поэтому я не понимаю почему разработчики душат своих блогер уже да на самом деле тут с тобой полностью согласен что я бы как-то изменил подход с работой я бы например там задействовал их больше как-то на основных ресурсов под канал free fire rush и допустим есть если посмотреть на другие регионы там постоянно какие-то коллабы с ютуберами потом сериальчики какие-то с их участием а всякие школы интервьюшки а у нас почему-то это не так активно форсится и мне кажется вот за счет этого за счет того что комьюнити региона взаимодействуют так с инфлюенсерами за счет этого конечно и качается в целом просмотры у игры если сравнить там допустим сколько смотрит чемпионат той же самой индии и сколько смотрят в россии там цифры просто колоссальный там отрыв но в этом наверное дело понимаешь там и больше потребности в классном контент не очень поэтому тут и не особо парятся целом я думаю у нас получился просто охрененный диалог подкастик такой я думаю ребятам надеюсь вам понравилось перед тем как мы закончим меня-то для тебя небольшой блиц я взял за фишечку всем гостям в конце подкастик а задавать чуть-чуть вопросы с подъем очкой такой маленькой тебе нужно единственное отвечать быстро вот что пришел в голову то и отвечая понял окей стараюсь не облажаться давай free fire или папка free fire конечно free fire или варфейс оттяжка или зажим зажим дробовик или ппп мп-40 или вектор мп-40 азам или жабка конечно спасибо юрич спасибо что пришел на наш первый подкастик ребята я надеюсь вам понравилось ссылочка на юрича есть в описании в закрепленном комментарии обязательно подписывайтесь один из самых топовых ютуберов сегодня по free fire у поддержите его лайком подписывайтесь по логина спасибо большое спасибо юрич еще раз увидимся успехов тебе на ю тубе успеха те во free fire и всего самого наилучшего спасибо гангстер за лайкос обязательно стать под видос и пишите как вам формат да обязательно пишите понравилось или не понравилось будет очень приятно почитать ваши комменты и сделать работу над ошибками если такие имеются пока-пока всем всем пока